Пока этот зал пуст, но совсем скоро здесь соберутся зрители одни, чтобы вспомнить свою молодость, а другие, чтобы понять, чем жили их родители. Вот уже полгода на сцене московского дворца молодёжи идёт мюзикл «Ничего, не бойся, я с тобой». Действие разворачивается в середине 80-х. Это время перемен, когда улицы наполнялись неформальной молодёжью, а на сценах начал звучать рок. В основу спектакля легло 20 хитов легендарной группы «Секрет». Многие артисты, задействованные в мюзиклы, родились уже позже. Атмосферу тех лет им помогли передать рассказы родителей, просмотренные фильмы. Далёкие 80-е очень понравились молодым актёрам. Бунтарством. В этой ограниченности, в какой-то, в рамках этих, как будто бы больше возможностей бунтовать было. Самовыражаться. Да, да, да. Свобода воли. Полёт фантазии. Всё в новинку, всё новое. Исполнитель роли профессора Владимир Кисаров, наверное, один из немногих, кто помнит 80-е и слушал в то время песни «Квартета». Я, конечно, слушал в сознательном возрасте, да, но это было так давно, ведь группе, сколько, напомните мне, 40 лет. 40 лет, да, исполняется в этом году, вот буквально через несколько дней. Прекрасно то, что вот в нашем проекте соединили как раз Дмитрий Богачёв, наш генеральный продюсер, он, благодаря своей идее и тому, что Евгений Загод, наш музыкальный руководитель, придумал новые аранжировки, они по душе пришлись, как и старшему поколению, те, кто слышал эти песни давным-давно, и молодому поколению, которые только что пришли, они услышали песни в новом формате, или, может быть, для них это вообще премьера была песня. Звезда мюзиклов Анастасия Стоцкая играет сразу в двух из трех составов. После спектакля она тоже рассказала о том, как попала в этот проект и о своих ролях. Каждый раз я прихожу на кастинг, как и все остальные с номерком, все думают, что меня зовут и уговаривают. Я так же, как и все артисты, которые играют в этом спектакле, прохожу кастинг. Но мне всегда попадаются роли на сопротивление, на самом деле, я могу производить впечатление человека очень такого уверенного, может быть, какого-то. А на самом деле я очень скромная, очень застенчивая, очень молчаливая в жизни. А роли достаются всегда таких очень громких, ярких, уверенных барышень. Журналисты «Видное ТВ» оказались в числе гостей, приглашенных на постановку. После окончания они не только смогли пообщаться с исполнителями главных ролей, но и окунуться в закулисную жизнь театра. Красный торт из квартиры в Бобровах на самом деле скрывает портвейн тресемерки. Не все видят этот момент, когда Кристина поднимает торт, но на самом деле там вот такая вот прекрасная заначка от родителей. Декорации мюзикла впечатляют. Хотя бы взять их высоту. Вот по этим лесенкам артисты бегают туда и обратно в течение всего спектакля. Поднимаясь до четвертого этажа. Трехчасовой спектакль с антрактом смотрится на одном дыхании. Главная задача его создателей, чтобы зрители уходили после него немного счастливее, выполнена. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Ничего не бойся, я с тобой, с улыней звездой, ты окно окрой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова